приветствую всех автолюбителей сегодняшнем видео будем менять бензонасос этот в сборе модуль отдельного тут фильтр там сам электрический бензонасос здесь датчик уровня топлива этот клапан сброса также клапан сброса есть самом насосе также вот он здесь этот бензонасос он на один штуцер обратки у него нет поэтому стоит такой клапан лишнее давление сбрасывает все это мы будем производить на автомобиле nissan ade в двенадцатом кузове расскажу предысторию началось все с того что появился посторонний шум в автомобиле такое ощущение как будто глушитель прогорел велико турбина включилась ну сум такой как будто моторчик печки включен на максимальном положении такой вот сум мотора не слышно шум какой-то моторчика какого-то через некоторое время шум прекратился и автомобиль перестал запускаться сразу подумал что это бензонасос достал его фильтр вот этот был полный грязи какой-то просил у собственника что случилось он говорит заправился заправлялся всегда на одной заправке тут заправился на другой несколько раз появился этот шум вот такая вот ситуация произошла когда менял бензонасос с фильтра вытекла чача грязь какая-то ну ладно промыл его как смог потому что фильтров наличие не было оттуда грязь стекла текла в общем оставил какой есть магазин зашел купил отдельно бензонасос там внутри стоит взял в китайские где-то в районе 1000 рублей он стоит также заказал отдельно фильтр временно поставил отдельно бензонасос фильтр пока не было человеку надо было ездить после смены бензонасоса установил его включил зажигание появился шум то есть бензонасос заработал завел двигатель все работает двигатель прогрелся двигателя не слышно а шум от бензонасоса уже никак был как реактивные где-то намного тише ну по крайней мере он есть послушайте двигатель запущен такой вот шум идет это шумит новый китайский бензонасос либо причина в самом моторчике либо причина в том что фильтр забиты и срабатывает бензонасосе клапан сброса то есть вот этот срабатывает срабатывает без самом бензонасосе возможно в этом причина поэтому чтобы исключить две причины заехал в разборку купил оригинальный с разборки с пробегом 40000 так заявлено бензонасос проверил работает работает тихо сейчас будем его устанавливать то есть тот старый снимем все равно в нем фильтр надо менять но стоимость данного бензонасоса в разборке 2000 если брать отдельно бензонасос 1000 фильтр тоже где-то около 1000 стоит того 2000 получится ну вот будет у собственника запасной бензонасос будет фильтр заменю бензонасоса этот час от контрактный поставим послушаем к насколько он тише будет или не тише будет китайского заодно сравним отличие китайского от оригинального насколько будет тише для того чтобы добраться до бензонасоса нужно снять это вот заднее пассажирское сиденье просто вверх его тянем высаскиваем защелок с двух сторон и снимаем после снятия сиденья открывается доступ крышечки бензонасоса берем отверточку либо крестовую либо прямую и поворачиваем защелочки по часовой стрелке поворачиваем все поднимаем крышечку убираем ее сторону она нам не мешалась после того как убрали крышку открылся доступ к модулю бензонасоса здесь отключаем электрическую часть нажимаем на язычок и вытаскиваем фишечку убрали фишечку стороночку отодвинули ее для откручивания гайки соорудил так вот приспособление из листа металла загнул две стороны пропилил под какой нужно размер вставляем пазы и откручиваем сорвали дальше уже от руки спокойно пойдет достаём аккуратненько чтобы не сломать поплывочек пазы и теперь берем контрактный модуль я его проверил перед тем как устанавливать абсолютно рабочем состоянии устанавливаем здесь стрелочка нам должна быть сюда направлена также на баке она вот здесь вот есть направление там три полосочки здесь вот стрелочка такая вот не должны совместиться вот 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 окончательную затяжку производим ключиком здесь также вот есть стрелочка должно здесь совпасть и там меточки должны совпасть три полосочки тоже дотягиваем до этого места так все дотянули все теперь устанавливаем штуцер на место устанавливаем фишечку далее устанавливаем на место защитную крышку устанавливаем крышечку на место против часовой крутим защелки готово последний этап устанавливаем на место сиденья не устанавливается сперва туда подняли потом вот эти вот надо пазы попасть там такие направляющие сюда надо их попасть и защелку все вот он сам бензонасос который я менял данном модуле устанавливал китайский за 1000 рублей покупал вот вам разница шум прекратился то есть все таки виной скорее всего либо забитый фильтр либо сам бензонасос такой шумный контрактные вообще не слышно двигатель слышно как работает бензонасос вообще не слыхать все тишина с этой стороны тишина только слышно с той стороны двигатель до этого же с этим китайским бензонасосом было слышно бензонасос двигателя слышно не было потом отдельно сниму еще видео как меняется топливный фильтр как меняется бензонасос отдельно то все сниму покажу пока вот это вот замена модулям на этом замена такого модуля завершена всем спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч